Я приветствую вас. Студия Ре предлагает очередную дискуссию, которая проводится в Батуми. Мы решили устраивать дискуссии в разных городах и нашей целью является, чтобы в этих дискуссиях, помимо подобранных нами экспертов, принимали участие представители различных социальных групп, наши активные граждане, и чтобы они высказывали свое мнение по актуальным вопросам. Первую такую дискуссию мы провели в Гори, и на этой дискуссии мы говорили о предстоящих парламентских выборах, и сегодня в Батуми мы также будем говорить о свободе религии. Я хочу представить наших экспертов. Они представляют различные организации, и эксперты будут высказывать свое мнение и будут отвечать на наши вопросы. Тамар Мамеишвили, координатор Батумского офиса Нидерландского института многопартийной демократии, Кригул Махарадзе, координатор Центра демократической включенности, Озургетти. Этер Гуритышвили, представитель Центра мониторинга прав человека, и Гуанцелло Майя, представитель Института толерантности и многообразия. Большое спасибо за участие в нашей дискуссии и выразил желание принимать в ней участие. В первую очередь, я хочу обратиться к Этери. Несколько дней назад ваша организация, Центр мониторинга прав человека, опубликовала исследования. Правда, в этих исследованиях говорилось о финансовой прозрачности относительно финансирования религиозных организаций. Несмотря на то, что различные государственные ведомства и публичные лица говорят о религии в Грузии, они каждый раз подчеркивают мотивы равноправия религии, и это является гарантией со стороны государства. Но все же мы не можем избежать таких вопросов, которые касаются различий в отношениях к различным конфессиям. В чем же причина такого разного отношения к различным религиям? Несколько недель назад неправительственные организации подготовили материалы исследований, в которых фокусировались вопросы финансирования религиозных организаций. Существенно то, что помимо патриархии, государство финансирует три религиозные конфессии, и финансирование происходит за счет компенсации, нанесенного им ущерба в советские годы. представители, но в отношении этих четырех конфессий государство допустило определенную дискриминацию относительно традиционных и нетрадиционных религий. Выбрало только четыре религиозные общины, которые в государственном контексте воспринимались как традиционные, мусульманская, иудаистская, православная и католическая. В советские годы были дискриминированы и другие религиозные общины, которые также подверглись насилию со стороны тоталитарного режима, лютеране, протестанты и другие религиозные меньшинства. Но государство не думало о том, чтобы восстановить ущерб, который был им нанесен. Это, наверное, отдельная тема, которую мы коснемся в нашей передаче. Я хочу обратиться и к госпоже Гуанце. Вопрос финансирования религиозных организаций или определенных деноминаций не делает ли эти организации более зависимыми от государства, независимо от того, традиционная это или нетрадиционная религия. Ответ. Начнем с того, что эти четыре религиозные организации, их подбор был довольно дискриминационным, поскольку нет никакого критерия, которым руководствовались религиозные агентства. Есть серьезные сомнения, что финансирование религиозных конфессий является механизмом контроля со стороны государства, поскольку сам подбор механизма является непрозрачным и необоснованным. Это ваше соображение, исследователи, которые изучали эти вопросы. Каково в самом обществе восприятие того, что государство вначале приняло решение профинансировать одну религиозную общину, а потом решило, что, чтобы не было бы дискриминации, подобрало и другие религиозные организации. Но дискриминация все же остается, поскольку есть религиозные организации, которые ничего не получают от государства. Встает проблема, почему вообще должны финансироваться из государственного бюджета религиозные общины. И не является ли это подозрительным их независимость? Ариэл Накаидзе, руководитель Союза грузинских мусульман. Исследования, которые опубликовали неправительственные организации, к ним надо добавить положение, особенно положение исламской общины, в настоящее время и тот период, когда речь шла о финансировании. Я более радикален в этих вопросах и думаю, что это больше придумано для того, чтобы проконтролировать мусульманскую общину, поскольку 70% приходится на финансирование мусульманской общины. нельзя было финансировать только мусульманскую общину, как будто существует вопрос традиционных и нетрадиционных религий. Это выдуманная тема, но когда церковь из бюджета получает средства, то, естественно, у государства появляется желание проконтролировать их деятельность, деятельность религиозной организации. Но это нелегитимно. Такая форма финансирования является нелегитимной. Есть хороший пример. В 2014 году представители мусульманской общины по заданию правительства потребовали разрешения о строительстве мечети в Атуме и снос зданий на этом месте. Когда должно было начаться финансирование, это хороший пример и подтверждает то, что когда они получили отказ, представители мусульманской общины оказались в принудительных условиях, когда инициативная группа строительства мечети в Атуме выделилась и стала собирать подписи. и люди, которые вначале отказывались от этого, впоследствии согласились с тем, чтобы в Атуме был построен мечеть. Это показатель того, как государство использует форму финансирования. и важно и то, куда идет это финансирование. Когда декларируется, что в советский период декларируется восстановление учерба, или, может быть, эти средства расходуются на другие цели. Мы, конечно, хотим, чтобы исследователи участвовали в нашей передаче, хотя мы не ограничиваемся только этими исследованиями. и хотим коснуться и существующей практики. Я закончу двумя предложениями. Сама форма финансирования, которую нам предложили, практика, которая осуществляется, вот об этом, вот необходимо обсуждать эти вопросы, поскольку имеются дискриминационные элементы. Спасибо. Я представляю Дом Свободных Журналистов. Когда говорится об ущербе, кто посчитал этот ущерб? Существуют разные формы ущерба. До каких пор мы должны платить и сколько мы должны платить? Почему считается, что одна религия получила больше ущерба, а другая меньше? Где критерии оценки? И поэтому возникает сомнение. на фоне когда существует множество других проблем у этих религиозных объединений и закрываются глаза на эти проблемы. и все идет на самотек. Как устанавливается эта цена? Возникают вопросы относительно, допустим, мусульманской общины. если мы вспомним противостояние в разных регионах. Практически не действовало законодательство. И возникает вопрос, почему мы приняли такой дискриминационный закон? Исходя из этого, когда религиозные объединения получают средства и они непрозрачны, и только государство обладает информацией о том, на что это расходуется, я могу сделать вывод, что посредством этого контролируются представители различных религий. Да, это соображение было несколько раз высказано. Это какой-то механизм контроля. Важны ваши соображения. И господину Гиги я хочу поставить тот же вопрос. Если речь идет о том, что в период тоталитаризма церкви культовые здания и номинации в целом испытали материальный ущерб, и не подсчитано, каков этот ущерб, но они должны получать компенсацию, насколько выделяемые им средства расходуются на восстановление того ущерба, который им был нанесен. Или, допустим, они расходуются на проекты, которые не являются функцией государства. Мы потребовали специальную информацию из Министерства финансов, на что расходуются средства. Вот эти 25 миллионов лари, которые ежегодно передаются Патриархии Грузии, исследования показали, что примерно на 63 субъекта распространяются эти средства, на премии, командировки и разного рода мероприятия, а также и на остальные четыре конфессии. Значительно то, что самореституция и компенсация предполагает, что получатель может распорядиться средствами по своему усмотрению. В отличие от Патриархии, которая свободно распоряжается этими средствами, у остальных конфессий, остальные конфессии также непосредственно сами распоряжаются этими средствами. Сюда входят разные религиозные мероприятия, реставрации. Господин Тарьел заметил, что у четырех общин были специальные договоры с государством. Исключением была исламская община, представители которых говорили, что 75% средств должны были пойти на зарплаты духовных лиц. Это рождает сомнения относительно механизма контроля со стороны государства. После критики поменялись контракты, но все же существует подобного рода практика, и она может продолжаться и без контрактов. Поэтому контроль над мусульманской общиной, исходя из компенсации, довольно сильная. Спасибо за приглашение. Действительно, эта дискриминационная практика существует, когда государство одной религии дает больше средств, чем другим, и соответственно, есть возможность найти более совершенную модель. Существует международный опыт, я могу назвать модель Германии, где подоходный налог определяется, какой религиозной организации должен быть направлен этот подоходный налог. Что касается целей, в каких целях расходуются эти средства, я согласен с критикой и хочу добавить, что важно то, чтобы со стороны местных организаций самоуправления были бы также участвовали в финансировании религии. Косударство в пределах 25 миллионов выделяет православные церкви, но есть вопросы относительно суммы, выделяемых остальным конфессиям. Организация самоуправления указывает на цели, которые не могут быть в их компетенции, например, паломничество, посещение священных мест и так далее. Хотя и тут мы имеем дело с проблемами, насколько это все оправдано. Выделение церкви или другой религиозной организации средств для ремонта церкви. Тут мы имеем примеры, когда эти целевые средства не идут не идут на те цели, на которые указываются органами местного самоуправления. церкви. в Узургетте был случай в 2015-16 годах, когда были выделены примерно 90 тысяч лари для строительства церкви, но эти средства пошли на другие цели. Большое спасибо. То, о чем говорят наши эксперты, в этой связи возникает вопрос, имеем ли мы дело с дискриминацией, а может под вопросом стоит вопрос о секулярности государства. Я приветствую вас, неправительственная организация, я поддерживаю выраженные здесь соображения, хотя нельзя забывать, что большая собственность, оцениваем в миллион, которая была, допустим, передана православной церкви с символической ценой за 1 лари. Очень хорошие территории, что также возникают вопросы, церковь, какой ущерб понесла церковь. Надо посчитать, какие объемы земельной площади, культовые здания. Что касается механизма контроля, я сделаю лирический отход, кто кого контролирует. если взять церковь Святой Варвары, начало строительства которой было незаконным, и агентство два или три раза положило заключение о нарушениях в Атуме, да, церковь Святой Варвары, и не было никакой реакции. Непонятно, кто кого контролирует. Что касается других религиозных направлений и выделения им средствам, тут я вижу больше механизма контроля со стороны властей, чего нет относительно православной церкви, и этот момент не представляется более дискриминационным. Хотя нельзя забывать сенситивность темы, это государственная религия. Нет, это не государственная религия. Да, но я имею ввиду, что она связана с нашей историей, и в связи с конкурдатом, поэтому в пробуждении этой темы я перейду с этим вопросом и к другим нашим гостям. Целью Конституционного соглашения было подчеркнуть, в чем была цель такого соглашения, чтобы в стране подчеркивалась секулярная природа государства, и чтобы государство реально было бы отделено от религиозных догм, в том числе от церкви, от той церкви, которая занимает особую роль. Но у нас такой вопрос, не возникает ли реальной опасности у государства относительно секуляризма. Я хочу добавить, почему бюджет должен финансировать религиозные конфессии? Религии сами должны решать, как должно происходить их финансирование. Большое спасибо. Георгий Масалкин, я представляю Верховный Совет Аджари и Республиканскую партию. В Европе имеются разные модели. Есть монархическое государство, есть президентское государство, есть члены Евросоюза, где религия является государственной религией. Например, во Франции полный секуляризм. Модели нам не помогут. мы сами должны выработать свои видения. Выяснилось, что у государства есть механизм контроля средств посредством мониторинга. У меня возник вопрос. Например, церковь не распорядилась средствами так, как она должна была распорядиться. И что, в церковь может войти аудит? Да. Он должен войти, поскольку это бюджетная организация. Я хочу сделать пояснение. Какова релевантность культурного наследия и церковью, хотя бы относительно той же церкви святой Варвары. Если мы будем говорить, что является традицией, что есть религия, что есть секта, это нас далеко уведет. И никогда не придем к согласию. Более справедливым было бы отказаться от государственного финансирования, что приносит много отрицательных результатов и приводит к паразитированию. Ваша логика понятна для этой аудитории. Но как и чем мотивировано правительство, когда оно принимает такие решения? В чем выгода правительства, когда оно предлагает такие финансирования религиозным организациям? Я думаю, государству нужны лояльные к ней религиозные номинации, поэтому оно и финансирует. Большое спасибо. Мэра Пцулукитя. Общественное телевещание. Естественно, я не могу делать выводы, но могу сказать, исходя из практики относительно целей государства. Думаю, цели можно разделить на две части. Первое это желание учитывать мнение большинства, у которого есть большой авторитет. И вторая часть это влияние на менее значимые религиозные религиозные общины. Я бы назвал контроль мусульманской общины. Несколько лет как мусульманская община требует строительства новой мечети. после финансирования произошло совпадение со стороны представителей властей и религиозных конфессий. их позиции стали одинаковыми и легитимно возникает сомнение что тут был механизм контроля в этом финансировании. Так он хотел высказать свое мнение относительно государственной религии. Да. Приветствую всех. Спасибо за приглашение. Невольно думаешь что это государственная религия поскольку она является религией большинства и общество воспринимает церковь как часть нации часть нашей истории и критика относительно этой религии воспринимается как критика национальности потом это порождает нездоровые мысли противостояния противостояния и сложные ситуации что приводит к противостоянию между религиозными группами но я думаю это искусственно вызванное противостояние и и реально такого противостояния не существует и если рассматривать это на уровне обычных отношений между людьми мы увидим что прекрасно живут друг с другом мусульмане и христиане примером этого является наш регион я хочу обратить внимание на вопросы интеграции и образования такого типа форматы неформальные встречи дискуссии тренинги все они во многом способствуют разрушению стереотипов и укреплению идеи о том какую роль играет свобода совести что это фундаментальное право человека что следует за свободой совести до каких ценностей мы доходим и когда человек это осмысливает он начинает защищать свободу совести в нашей школе школе демократии есть центр неформального образования для разных людей из Хулойского района был представитель он был чиновником представителем религиозного меньшинства и он сказал такую вещь когда меня спрашивали что тебе дала школа я говорю что если я раньше ругал представителей сексуальных меньшинств то теперь я защищаю их права любого типа такой формат должен быть направлен в эту сторону чтобы предоставить людям информацию дать им возможность высказаться большое спасибо за эту реплику но у меня возникает вопрос исходя из вашего соображения и меня интересует и мнение других участников нашей дискуссии мы говорим о спокойных теплых отношениях между представителями различных религиозных конфессий и на бытовом уровне нет никакого противостояния но в течение последних пяти лет мы имели дело со многими фактами дискриминации по религиозному признаку да чаба ананидзе газета батумцы я думаю что это хороший пример мирной жизни но есть и факты вызывающие возмущение я могу вспомнить пример кобулетти 2014 год когда должны были открыть медрес и куратам медреса пригвоздили голову свиньи это дело до сих пор не расследовано думаю что этот процесс искусственно растянут поскольку для этого не надо было столько времени чтобы расследовать это дело когда государство не является более активным при расследовании таких дел да гамгебели кобулетти который был приглашен в качестве свидетеля не пришел два раза когда его спрашивали почему он не пришел на судебный процесс он сказал что забыл сулхан эвгенидзе но что он сказал когда пришел это отдельный вопрос этим гражданам не дали права открыть медрес поэтому также относительно конституционного суда внесено дело о евангельской церкви и 17 месяцев понадобилось чтобы конституционный суд рассмотрел это дело спасибо я приветствую вас я директор кабулетской публичной школы наргиза чинчарадзе когда речь идет о медресе это для меня болезненная тема поскольку ученики моей школы жили в медресе и были оскорблены их религиозные чувства но я настроен оптимистично поскольку вижу отношения школьной общественности которая не строится на ненависти я с удовольствием вспоминаю один случай это было в сентябре когда ворота медреса пригласили голову свиньи я видел желающих которые хотели поддержать мусульман детям мы не дали права туда идти это была просто провокация это не было настроением всего общества мы живем с мусульманами и у нас нет противоречий между мусульманами и христианами но в беседе конечно все порицают этот факт я оптимистично настроена поскольку в обществе нет агрессии относительно детей которые в нашей школе получают образование да это плохой факт который мы порицаем и ждем результатов расследования господин мэраб и потом перейдем к другим участникам я хочу согласиться вот часть которая была довольно агрессивная или случай с них взьяни частных беседах эти люди не являются такими нетолерантными и у меня возникали вопросы если специалисты заинтересуются насколько это управляемый процесс та часть общества которая выступает с такой агрессией грузины являются толерантными большое спасибо для меня как жительница Твилиси за полгода работой в Батуми Батуми и в целом Аджария является толерантным регионом но проблемы возникают с нарушением закона останавливают машину и подвергают обыску такая же проблема возникает у мусульманских детей не православных номинаций агрессия в классах в классах выставляется атрибутика православной религии иконы креста и так далее но если подойти к вопросу с другой стороны насколько возможно чтобы эти проблемы регулировались со стороны государства и не пускать это все на самотек которое приводит к дискриминации государство не должно поддерживать радикализм и проводить политику толерантности 1912 года произошло примерно 10 конфликтов между активными гражданами нашего региона и там были включены и другие силы и ни по одному делу не было завершено расследование не было вопроса ответственности конкретных лиц например говорили о пассионате в Кобулете кто там представляет интересы мусульманской общины говорилось о дискриминации онной позиции министерства внутренних дел но расследование фактически вошло в тупик в результате мы думаем обратиться в Страсбургский суд по правам человека такая же ситуация в Мохе когда полиция осуществила насилие относительно мусульманской общины которая защищала мечеть и из-за этого произошел их арест а потом насилие в полицейском участке поэтому государство фактически является пассивным когда происходит насилие на религиозной основе в конце передачи я как раз хочу поговорить и на эту тему господину дадим слово господину я дьякон католической церкви известно что в соответствии с конституцией государство и церковь разделены что это означает государство не должно вмешиваться во внутренние дела церкви и церковь не должна вмешиваться в политику это ваше мнение юридически это так но это нарушается с обоих сторон когда духовные лица говорят о политике и государство всячески вмешивается в дела в церкви поэтому излишним является всякое финансирование и государство не должно вмешиваться в деятельность церкви в любое религиозное объединение ущерб который нанесло государство церкви он должен быть возмещен будь то церкви или мечеть да известно но что происходит я говорю от лица католической церкви эта дискриминация продолжается пять больших церквей до сих пор оккупировано и собственность не возвращается но это громкое слово оккупация да это оккупация когда деноминация не может пользоваться своей церковью в Руставе католическая церковь хочет построить новую церковь им и не отказывают и не разрешают земля выделена но нет разрешения большое спасибо что касается строительства католической церкви важно то что существовала Руставская католическая община была внесена жалоба суд жалоба была удовлетворена было выдано разрешение на строительство и было указано на дискриминацию со стороны мэрии дискриминация проявилась в том что в течении трех лет мэрия не давала ответа но когда чиновник который выполняет свой долг какого типа санкцию они установили наше законодательство не устанавливает индивидуальную ответственность за деятельность публичного служащего это не учитывается поскольку чиновник который осуществляет свои полномочия он действует от лица государства значит со стороны государства что происходит дискриминация да это была дискриминация со стороны всей мэрии поскольку проходили административные собрания на которых порицали католическую церковь были духовные лица радикальных организаций представители которые говорили что они не допустят на территории Рустави строительство католической церкви но к счастью суд учел наши позиции и признал что политика мэрии была дискриминационная и было получено выдать разрешение строительства большое спасибо за ремарку очень интересно когда суд признает дискриминационный характер публичных лиц хорошо что самоуправление муниципалитеты отказывают православной церкви передачи определенных территорий редко но такой процесс начался было два случая и надеюсь будет еще что я хотел сказать приближаются выборы мы должны вспомнить вопрос мечети Азизия когда политики подняли этот вопрос начались противостояния поскольку позиция государства была неопределенной государство не дало никаких комментариев существовало соглашение между нашим и правительством и правительством Турции и мы не должны приукрашивать ситуацию и надо сказать что да у нас есть радикально настроенные группы и их довольно много поскольку у нас проблемы с образованием то что сейчас приближаются выборы такая категория политических групп начнут спекулировать этими темами да начнут с темы о мечети они видят своих извирателей среди представителей православной церкви и их мало интересуют представители других церквей поскольку тех меньшинство и то что было в 2011 и в 2019 годах можно сказать это было высосанное из пальца тема и сегодня постараются поставить этот вопрос и разыграть определенную карту так что не только государство тут грешит в этом деле со стороны депутатов мы также слышали дискриминационные заявления этот вопрос не обсуждался и в парламенте грузии и со стороны представителей ведущих партий никто не говорил никакого упрека эти фразы были адресованы только определенным группам для получения какого-то авторитета если политический лидер старается получать легитимацию со стороны патриархии до этого всегда будет проблема представители разных партий представители власти стараются получить легитимацию со стороны церкви а не со стороны общества большое спасибо темур гогадзе теолог я хочу внести новую тему был вопрос о том кто кого контролирует это легитимный вопрос но все проблемы показывают вот и господин мэраб говорил о том что происходит какое-то манипулирование и инициирование проблем примеров этого много один из таких примеров в настоящее время относительно военных баз в Грузии я например знаю что Сенекская военная база там существует мусульманская молельня в которой молятся мусульмане и к счастью надо сказать что когда строили эту молельню солдаты представители христианской церкви помогали мусульманам и никто в это дело не вмешивался хотя государство выразило политическую волю и никто не высказал желание включиться в это дело вмешаться в это дело если мы не будем вмешиваться и не будем создавать проблем на бытовом уровне то пример Ачарии свидетельствует что на бытовом уровне нет никаких проблем несмотря на то что дискриминация существует в системе образования и мне понравилась мысль я был свидетелем как учительница искусствоведения обучала детей отче наш я в частной школе и больше могу защитить ребенка в частной школе чем в государственной но я ошибался оказывается ну по закону в уличной школе ребенок должен быть больше защищен да но практика показывает другое в частной школе ты можешь больше требовать поскольку ты платишь деньги за учебу но оказалось что и в частной школе может быть множество конфликтов и разного рода разборок с этими проблемами мы сталкиваемся с сектором в секторах управляемых государством и манипуляции которые происходят как это было с пригвождением головы свиньи что также является результатом манипуляции я думаю какого бы вероисповедания не был человек не думаю чтобы ему пришло в голову пригвоздить голову свини к мусульманскому медресу если кто-то ему не поручил это сделать большое спасибо я больше почувствовал себя политиком и хочу ответить на последние выступления постараемся шире посонтереть на этот вопрос в мире происходит радикализация не работает система европейской безопасности в америке победит буш или нет их политика станет более консервативной вы хотели сказать трамп да и то что произошло в турции это означает что в турции станет более авторитарной авторитарной государством авторитарной россии что будет связано с определенными рисками для нас армянская сторона которая зависит от россии что происходит в азербайджане мужчину и такую апокалиптическую картину нарисовали в азербайджане закрыли ведущий университет по требованию эрдогана мы живем в опасное время и в опасном регионе в любой момент может произойти эскалация у государства нет стратегического видения проблемы мы в рамках ситуационной политики поэтому я согласен с господином Асланом о том что вот с ближайших выборов я ожидаю со страхом поскольку такие люди собираются участвовать в выборах которые известны именно афишированием этой темы сегодня или завтра государственная стратегия не может быть разработана но необходимы подобного рода встречи и ваша активность когда мы говорим о внешних факторах не надо забывать что эти медресы и другие учебные заведения их правовой статус до конца не определен и это надо признать это вызывает определенные раздражения государство не контролирует поскольку у государства нет стратегического видения в этом вопросе это проблема и в особенности в аджаре это ваше мнение когда говорилось что на уроках обучают отче наш ни одна дисциплина не учитывает обучение религии ни одна школа тут речь шла о практике а не о том находится ли религия в учебной программе необходима гражданская активность у школ есть самоуправление и по закону об общем образовании нам запрещается пробовать какого-либо религиозного учения большое спасибо спасибо за реплику и господин Мераб еще хочет что-то сказать что касается публичных школ не могу не сказать у меня дети школьные ученики я не могу согласиться что там все так хорошо как вы говорите везде во всех школах независимо от того там учатся православные или мусульмане большая часть учителей пропагандирует православие и в очень уродливой форме в этом я могу вас убедить это серьезная проблема поскольку мусульманские дети в дискриминационном положении и это происходит в большинстве публичных школ спасибо за реплику мы слышали много реплик я хочу вернуться не столько к вопросу о свободе совести которая является краеугольным камнем поговорить о секулярной природе государства многие участники дискуссии говорили о том что как возможно сделать так чтобы этот вопрос стал бы предметом общенационального обсуждения его надо обсуждать и не принимать просто какую-то позицию за данность да я выскажу свое мнение и выскажусь относительно политического класса отвечу на ваш вопрос я разделяю мнение что определенные субъекты партии могут использовать предвыборный период популистские лозунги для того чтобы их поддержали чтобы разжечь ненависть к какой-либо религии к религиозному меньшинству в этом я вижу более активную роль со стороны гражданского общества это мое личное мнение и я с надеждой смотрю на будущее общество достаточно созрело для того чтобы мы потребовали от государства ответить как они собираются сохранять секулярное государство представители политического класса думают что кратчайшим путем для поддержки общества будут являться подобного рода лозунги но надо задать им вопросы в той формулировке какую мы представляем себе что они думают относительно соблюдения принципов секулярного государства как вы думаете сохранять правовые отношения со всеми религиозными общинами как вы думаете сохранять права религиозных меньшинств общей целью месяц которые надо направить политическим партиям это то что нашей целью является сохранение принципов секулярного государства и чтобы между государством и религиозными организациями были бы нормальные правовые отношения мы находимся в Батуми и такого типа мероприятия мы собираемся проводить в течение предстоящего избирательного цикла и на которых одна из тем будет та которая поможет представителям гражданского общества собраться и поставить вопросы политикам о том как они собираются решать эту проблему быть может некоторые политики желают использовать эти темы в популистских целях но мы должны действовать более активно большое спасибо тот факт что государство не соблюдает принцип цикуляризма хорошо видно из нетолерантной среды в школе мы не раз обращались к министерству образования с тем что они обязаны на основе заявления пресекать факты дискриминации в школах но что касается предвыборного периода мы говорим о будущем но не вспоминаем 2012 год и когда мусульманская община была использована как избиратели для прихода к власти определенной партии важно чтобы государство более сенситивно относилось к этой общине и ближе относиться к сердцу их проблемы спасибо я тоже хочу коснуться предвыборной практики политики финансирования со стороны государства подобного рода исследования которые изучали финансирование в 2011 2015 в 2019 годах они касались предыдущего периода и было видно что финансирование патриархии совпадало с кризисами кризисами властей это предвыборный период война Грузии с Россией разного рода проблемы которые существовали во время политических кризисов из этого видно что политика финансирования используется для лояльности со стороны доминантной группы которой представлена православная церковь подобная лояльность может быть выраженной политическими нарративами со стороны разных политических игроков соответственно важно чтобы государство учитывало определенные ограничения будь то в рамках законодательства или в рамках механизма этики которые будут разработаны да я имею ввиду отношения между церковью и государством чтобы не было обоюдного вмешательства в процессе поскольку мы имеем дело не просто с опасностью вмешательства государства в религиозные дела мы видели как в этот период активно была включена патриархия Грузии в создание антидискриминационного законодательства относительно реформы самоуправления в разработке учебной программы я и общество так что реально религия активно вмешивается в государственную политику и политический распорядок дня духовные лица как граждане конечно имеют право высказывать свои мнения но это не означает религиозного насилия использования религиозных рычагов для влияния на распорядок дня государства в первую очередь государство будь то в системе образования или в других системах все виновные должны быть наказаны но вместе с тем очень важна роль государственного сектора для гражданской активности разного типа проекты чтобы происходила превенция чтобы партии вносили в свои программы эти вопросы что они думают относительно религиозных меньшинств или других меньшинств надо на конкретном уровне доводить такие вопросы очень большое спасибо я добавлю что касается Аджарии если мы там хотим решить эти проблемы вот сколько мусульман представлены в аджарских органах власти но мы знаем что их мало это большая проблема которую надо решать я хочу сделать маленькую реплику исходя из той политической ситуации что существует проблема связанная с медресами что слово медрес не отражает реальность это очаг образования и нет такого соответствующего подхода у государства и важно иметь соответствующую политику и завершить эту тему что касается предыдущих выборов 4 года назад тема которая апеллировалась эта тема будет апеллироваться и сейчас поскольку мусульманская община приняла решение приобрести средства и купить землю на которой будет начато строительство мечети это очень существенно насколько гражданское общество правильно воспринимает ситуацию и насколько оно правильно будет включено в эти процессы с одной стороны с политической точки зрения это будет переворот или многие люди отзовутся относительно мусульманской общины и различных политических организаций большое спасибо у нас сегодня была дискуссия в Батуми мы говорили о равноправии между религиями о стекулярной природе власти это большая тема о ней можно много говорить я благодарю всех кто высказал свои позиции очень лаконично и компактно мы дали возможность друг другу высказать мнение это дискуссия о том какие опасности могут быть у стекулярной власти в Грузии и как эти вызовы могут быть устранены что должно делать общество чтобы не происходило радикализация различных религиозных настроений мы ждем ваших отзывов 3w studio re и на странице фейсбука нам будут важны ваши предложения и соображения большое спасибо всем гостинга передачи Субтитры подогнал «Симон»